Вывести нардепа фронтовика Дейдея на чистую воду потребовали от СБУ участники боевых действий на Донбассе. От главы спецслужбы киевские ветеранские организации ждут разъяснений, где и при каких обстоятельствах народный избранник получил ранение. И почему заявление фронтовика расходится с официальными отчетами Генштаба. Подробнее об этом наши корреспонденты. Боевое ранение или самовредительство о нардепе фронтовике Евгений Дейдея не говорил только ленивый. Одни спорили, а другие креативили в соцсетях. Но теперь сарказм сменился гневом. Участники боевых действий на Донбассе подозревают Дейдея в членовредительстве и требуют от СБУ разъяснений, при каких обстоятельствах он получил якобы боевое увечье. Ведь в районе, где его ранили, обстрелов зафиксировано не было. Фотокопию обращения главе СБУ на своей странице в Фейсбуке опубликовал сын замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки Павел. Слов автор не выбирает. Дескать, дешевый пиар на тяжелых ранениях уже всем надоел. Создается впечатление, что указанный народный депутат совершил акт членовредительства, что карается законом. В случае подтверждения фальсификации данный факт порочит честь и достоинство военнослужащих, которые отдали жизнь за свободную Украину. Сомневаются участники боевых действий на Донбассе и в том, что Дейдея является военнослужащим. Поэтому от главы СБУ требуют подтверждения этой информации. Впрочем, главе МВД Авакову ничего подобного не требовалось. Он возвел 30-летнего фронтовика Дейдея в ранг подполковника полиции. Дубликат некой справки, которая якобы подтверждает. Это опубликовал в соцсети один из журналистов. На данный факт сразу же отреагировали в парламенте, зарегистрировали постановление о создании рабочей группы для расследования обстоятельств присвоения Дейдею звания подполковника. Напомню, это уже далеко не первый скандал, в который попадает нардеп Дейдея. В 2012-м Суворовский райсуд Одессы осудил его на 5 лет за разбой по 3 эпизодам.